всем привет дорогие друзья вы на канале мошенники звонят по телефону я обращаюсь к тебе мой любимый зритель теперь лично ты можешь передать привет своему любимому автору и даже признаться в любви если хочешь ну или же сказать пару слов нашим замечательным подписчикам и даже ответить на чей-нибудь комментарий а может быть ты хочешь обратиться к мошенникам то запиши видео и отправь его нам на почту главное чтобы видео было в горизонтальном режиме чтобы твое видео также мое начиналось со слов вы смотрите канал мошенники занят по телефону и еще желательно чтобы видео было длиной до 1 минуты приятного просмотра меня зовут софия я звоню вам из компании фэкскор касательно вашего интереса по дополнительному заработку фэкскорт 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 я ничего не слышал воентистrue ну смотрите простыми словами это купля продажи то есть покупаем подешевле продаем подороже при этом зарабатываем это понятно ну hint отличие смотрите то есть аль эта сфера акций и инвестиций то есть а опять же ничего сложного в этом нет Есть абсолютно разные рынки, на которых можно торговать. Валюта, криптовалюта, фондовый, товарно-сырьевой рынок. То есть есть клиенты, которые хотят торговать валютой. То есть они зарабатывают на валюте. Есть клиенты, которые хотят зарабатывать на золоте. То есть покупать подешевле, продавать его подороже. Золото интересно, золото интересно. Не сомневаюсь. Смотрите, а есть также клиенты, которые хотят зарабатывать на акциях. То есть на акциях крупных компаний. То есть они покупают какую-нибудь маленькую акцию компании, когда акции падают. То есть программка автоматическая есть, это робот, который совершает за вас девочки. То есть акции падают, девочка совершается, то есть эта акция покупается, и потом, когда эта компания стабилизируется на рынке, акция продается, и на этом идет заработок. Это понятненько? Понятненько. Отлично. Смотрите, также возможно совершать девочки со своим специалистом, который будет за вами закреплен. То есть это финансовый эксперт, аналитик. То есть он будет вам как друг, ваш учитель, ваш наставник. То есть сами вы в любом случае. Аналитик. Аналитик. Аналитик, хорошо. Аналитик. Да. То есть в котором вы уже больно в ручном режиме также будете совершать эти девочки. А вот смотрите. Только сделочки. Сделочки. Сделки не будет только по сделочкам, аналитик. Нет, сделки тоже будут. О, это уже интереснее. Вот, будут сделки. Серьезные. Крупные. И очень прибыльные. Ого. Да. То есть тем более в ручном режиме вы будете их совершать. То есть вот скажите, вас бы устроил дополнительный доход, ну, в первый месяц. Я уже не говорю за... В размере 15 тысяч рублей. Вы заикаетесь, что-то пропадаете у вас. Там что-то связь подходит. Это связь, наверное, плохая. Я у вас спрашиваю. Вас бы в первый месяц работы устроил бы дополнительный доход в размере 15 тысяч рублей. То есть это в первый месяц. Это от какой... Надо, чтобы в процентах, я понимаю, доход в месяц. А так, это если я 2 миллиона вложу и 15 тысяч, это никуда вообще не годится. Ой, да, ну не-не-не-не. Что ж вы говорите? Какие миллионы? Так нет, вы же в процентах говорите. Доход в месяц. Хорошо, смотрите. С минимального стата. То есть это 100 долларов. Со 100 долларов в первый месяц работы вы можете получить до 30%. Ну так, со 100 долларов 30% это 3 тысячи будет, там, грубо говоря. Ну я же вам говорю. Это если работать... А вы мне 15, говорите. Я вам еще раз повторяю. Это если работать только на автоматической программе. Вы же меня не слышите, понимаете? Нет, слышу, слышу. Если вы будете работать, если вы будете работать так же и со своим специалистом, то это будет больше. То есть, конечно, это будет побольше. Там, опять же, ничего сложного нет. Я вам все покажу, все вам расскажу. Дальше вы связываетесь со своим аналитиком, который вам более подробно показывает биржу. И вы с ним составляете план продаж. То есть, это все происходит на выгодных условиях. Угу. Это понятно? Да. Отлично. Тогда давайте с вами приступать. Договор будем заключать? А какой вам нужен договор? Ну как, вы же брокер, да? Так. Брокер вы? Оказываете брокерские услуги? Что показывается? Еще раз повторите, пожалуйста. Вы оказываете брокерские услуги? Вы же брокер. Так. Ну, значит, договор о брокерском обслуживании будем заключать. Я так понимаю, да? Ну, конечно. Ну, вот. Смотрите, это же будет уже происходить тогда, когда вы станете клиентом компании. Нет, обычно заключают, чтобы стать клиентом компании, обычно заключают договор. Ну, смотрите, мы же не можем просто так с человеком с улицы, грубо говоря, да? Как это? Все нормальные компании заключают договор сначала. Я прихожу в банк, например, хочу открыть счет себе какой-то или карточку получить. Я сначала с банком... Я человек с улицы пришел, и я сначала заключаю договор с банком. И только потом уже мы приступаем к выдаче, к получению карточки или же открытие счета. Так, ну, смотрите... А у вас какое-то чем-то, у вас как-то через задницу идет. Сначала... Что мы сначала... Что мы будем делать сначала перед заключением договора? Ну, сначала вы становитесь клиентом компании, понимаете? Как я становлюсь? Как? Я становлюсь клиентом после заключения договора. Правильно? Ну, хорошо. Я вас поняла. О каком конкретно договоре вы говорите? О брокерском обслуживании вы меня не слышите, да? Я вам только сказал, что если вы брокерская компания, значит, мы будем заключать договор о брокерском обслуживании. Правильно? А уже потом мы приступим к дальнейшим действиям. Вы будете... Вы будете... Вы будете в отделе верификации. Ну, давайте... Составлять документацию. Давайте на отделе верификации. Свою личность. Мы сначала... Мы сначала запрещаем договор. Вы пополняете свой счет. На основании чего? На основании чего? По-вашему... Понимаете? Вы слышите меня? На основании чего я буду... Вы пополняете свой счет. Вам и связывается отдел верификации. На основании чего? Вы подтверждаете свою личность. На основании чего я буду пополнять свой счет. На основании договора. На основании договора. Вы для чего в компанию пришли? На основании договора я же буду, да? Я так думаю. Что? Ну, вы создаете себе счет, вы его пополняете, после вы проходите верификацию, и только потом вы начинаете работу с аналитиком. Как это? Что конкретно вы не понимаете? Сначала договор заключать хочу, а потом уже аналитик. Ну, где это? Дорогой мой, в какой брокерской компании вы работали? У вас получается через анал все тогда. В какой брокерской компании вы работали? Я ни с какой не работал, я просто знаю в силу любые. Ну, по вам видно, потому что вы несете откровенную чушь. Вы не знаете, как строится структура преступления к работе. Это вы чушь не знаете. Банально не знаете, и что-то мне доказываете. Как это я не знаю? Я знал любое мероприятие, требующее финансового уложения или каких-то... Дорогой мой, я вам еще раз объясняю, как вы приступаете к работе. Я ни копейки без договора никому не знаю. Что вы мне доказываете? Я ничего не доказываю. Что вы мне решили доказать? Которая зарегистрирована на территории Российской Федерации. Конечно. Есть разрешение Центрального банка, само собой. Нет, ИНН, конторы вашей, можете продиктовать? ИНН. Могу. Давайте. Давайте. Давайте слушаем. Давайте сразу с вами договоримся, я вам диктую. ИНН, да. Вы проверяете. Послушайте меня минутку. Говорите. Можете послушать меня минутку? Ну, я слушаю номер ИНН. Супер, вы послушайте. Я вам сейчас продиктую ИНН. Говорите, да. Вы проверите. Но после этого давайте вы перестанете заниматься дуристикой откровенной. И мы зайдем с вами, все нормально посмотрим и ознакомимся. ИНН. Вас устроит так? Конечно. ИНН. Вы даете мне слово, как мужчина? Конечно. ИНН мне говорите. Я вас проверю сейчас по ИНН. Скажите. Скажите, я вам даю слово. Говорите ИНН. Мне не надо детские какие-то вот эти вот выкрутасы. Ну, вы скажите. Как мужчина дают слово. Вы скажите, я вам продиктую. Говорите ИНН. Жду вас ИНН. По первому требованию федерального законопа. Я не слышу. Я не слышу от вас обещания. Есть ФЗ. Если вы зарегистрированы. Давайте договариваться. Если вы предоставляете брокерские услуги. Я вам еще раз говорю. Я вам сейчас продиктую. Я вам еще раз говорю. Я вам ничем не обязана. Обязан не продиктовать. Вы пришли в компании зарабатывать. Вы мне позвонили. ИНН мне говорите, да. Я вам сейчас его предоставлю. Давай. Зачем вы время тянете? Вы сейчас гуглите. ИНН хотите найти свой, да? Какой гуглите? Пишите. Хорошо. Семьдесят один. Ага. Семьдесят три. Ага. Так, давай. Давайте по новой. Семьдесят три. Ой, что это вы уже запутались со своим ИНН. Семьдесят три, да. Ну, семь семь три. Десять. Чего? Семь семь три, да? Семь семь три. Да. Десять. Ага. Тридцать восемь. Ага. Тридцать восемьдесят шесть. Угу. Так. А у вас какая компания? Я же вам уже называла компанию. Она называется FxCore. FxCore. А зачем вы мне финама даете ИНН? Сейчас я вам предоставлю лицензию. Вы меня слышите? Для чего вы мне финам предоставляете ИНН? Кого предоставляю? Инвестиционная компания финам. Это финама ИНН. Что, ты глухая там сидишь, что ли? А вы при чем? К финаму. Если ты мне финам даешь, ты говоришь компания, у тебя другая совершенно. Вы не слышите? Я тебя слышу прекрасно, что это финам. А у тебя какая контора? У тебя как контора называется? Каким она боком? Я вам уже сказала. Что? Что ты мне сказала? Мы понимаете? Не понимаю. Алло, вы слышите меня? Не понимаю. Мы дочернее предприятие. ИНН не может быть. Если вы дочернее предприятие, у вас должен быть свой ИНН. Что вот ты мне там по ушам делаешь? Я вам только что его назвала. Вы меня попросили? Это финам. Это финам. О чем ты сейчас толдычишь? Что вы сейчас пытаетесь доказать? Скажите мне, пожалуйста. Что ты мошенница с Украины? Сава, иди сава поедешь. Чего вы это взяли? Иди сава поедешь. Мне интересно. Касаемо. Касаемо. Я вам звоню Касаемо. Вот первые слова я вам звоню Касаемо, сразу же это хохлядье. А скажи, кто такой Мишустин? Вы слышите? Ты в России находишься? Ты Мишустин? Скажи, кто такой? Быстро только. Скажи, Мишустин, кто? Быстро. Вас очень плохо слышно. Понимаете, не тараторьте. Гуглит, сейчас гуглит, пойдет. Не тараторьте мне в руку. Говорите внятно. Ты соска с Украины. Внятно разговариваете со мной? Соска с Украины. Это вы про себя? Услышала, да? Услышала сразу. Сразу услышала. Что вы мне пытаетесь доказать? Я не пойму. Ты соска с Украины. То есть вы хотите сказать, что вы знаете лучше, чем я? Конечно. Конечно. Для чего мне ты продиктовала ИНН финама? То есть вы неопытный человек, который пришли ко мне. Не я к вам пришла. Вы ко мне пришли. Соска с Украины. Иди соси. Пытаетесь только доказать. Больше насосешь. Больше насосешь. Вы меня слышите? Слышал. Для чего ты мне финам продиктовала ИНН, скажи? Скажите, вы сейчас серьезно или нет? Серьезно. Вы меня прикалываете? Серьезно. Для чего ты меня продиктовала ИНН? Вы меня попросили назвать. У тебя контора какая? У тебя какая контора? У тебя какая контора? Как называется? Я уже говорила вам. Как называется? Что вы не запоминаете, это не мои проблемы. ИНН, это чей компанией ты мне продиктовала? У вас проблемы с памятью или что я не пойму? У тебя с памятью проблемы. ИНН, это чей ты мне продиктовала? Я сказала уже ранее. Проблемы с памятью у вас я еще раз спрашиваю. Чей ИМН? Какой компании? Нашей компании. Нихера не вашей. Ваша какая компания? Я для этого не спрашиваю. Я уже говорила вам. Я уже вам это говорила. А для чего ты мне чужой ИМН диктуешь? Для чего? Какой чужой? Чужой ИМН. Чужой. Что вы мне сейчас пытаетесь, я не пойму доказать. Это песчоска с Украины. Я тебе это и доказываю очередной раз. Что ты мне диктуешь ИМН Финама. А ваша контора? Это лохоброкерская контора с Украины. Сидите там в подвале в Крыжополе с гарнитурой на голове друг на друге. Друг у друга на голове сидите. Так. Да. Еще что-то хотите сказать мне? А ты мне еще хотела продиктовать разрешение от Центробанка. Ну продолжайте. Вы что-то еще можете мне сказать? Я хочу услышать. Уже проявлено и неислим. Ну я вас слушаю. Давайте продолжайте. Вы с таким энтузиазмом так это говорите. Давайте я вас слушаю. Говори мне номер лицензии Центробанка. Я уже сказала его. Вы если не запоминаете, у вас проблемы с головой, у вас проблемы с памятью. Чем я могу вам помочь? Ты дура. Я прошу разрешение. Номер разрешения Центробанка. Разрешение Центробанка мне скажи. Ты говоришь, у вас есть разрешение от Центробанка. Вот я хочу услышать номер этого разрешения. Я его уже назвала. Когда? Ты мне говорила ИНН. А про разрешение от Центробанка еще ни слова мне не сказала. Ты включи, Мальгиню, дурная тетка. Дурная тетка. Мужчина, а вы, я смотрю, не сильно умный тоже. Да нет, вы мне, ты мне скажи, скажи, конечно, ума палата, да. Скажи мне номер разрешения от Центробанка. Ну для чего? Ты дура или нет? Ты мне только что говорила. Ты мне говорила, что у вас есть разрешение от Центробанка. Вот продиктуй мне его. Что и? Продиктуй мне его. Ну и что вы будете дальше делать с этой информацией? Проверь, брешешь ты мне или не брешешь. Ты салоед или не салоед. Мужчина долбишься. Что-нибудь еще? Номер разрешения Центробанка. Гуглишь опять? Ну продолжайте, я вас внимательно слушаю. Так я тебя слушаю теперь. Салоедка. Что? Ничего, что слышала? Тут все хорошо слышат, салоедки. А номер разрешения от Центробанка не может продиктовать. Ну это бессмысленно, понимаете его вам говорить. Ну что вы дальше будете делать с этой информацией? Ну это бесполезно. Что бесполезно? Я уже убедился, что вы лохоброкер. И продиктовала мне ИНН Финамо. Теперь я хочу услышать номер разрешения, которое вам выдал Центробанк на занятие брокерской деятельности. Ну это номер лицензии. Я вам его уже назвала, вы понимаете это или нет? Дура, ты мне ИНН продиктовала. У тебя склероз, тебе сколько лет там? Лет 60 уже, наверное, судя по голосу. Я уже говорила. Когда? А проблемы с памятью? Когда? Ты мне что говорила перед этим? ИНН рассказывала? Проблемы с памятью? Я еще раз рассказывала. Проблемы с памятью? Ты мне ИНН диктовала? Ты мне ИНН диктовала или номер лицензии? Хорошо, давайте я вам сейчас на WhatsApp отправлю документы. Не надо мне ничего на WhatsApp, продиктуй мне лицензию. Ну зачем? Я вам могу отправить, что это. Нет, мне лицензию Центробанка надо. Я с дурными текстами по WhatsApp не переписываюсь. Тем более с сосками, которые с сосками по ночам. Ну я не знаю, с кем вы там переписываете, с какими текстами. Я без понятия. У тебя, наверное, горбатый... Да, ваша личная жизнь мало волнует, если честно. Ты там, да? Нос горбатый у тебя? Как у бабы страшилка, другой работы найти не можешь. Только обзванивать, с гарнитурой сидеть, да? Страшилка. Какой энтузиазм. Да. Страшилка. Так. Солоедка-страшилка. Солоедка-страшилка. Да. Не хочет мне диктовать номер лицензии, выданный Центробанком. Так. Ну продолжай. Я тебя жду, твой ответ. Я жду. Я внимательно слушаю. Так я жду. Че тебя слушать? Я тебя вопрос задал. Жду ответ. Я ответила десять раз уже на один и тот же вопрос. С какого раза вы поймете? На какой? На какой ты мне ответила вопрос? На который вы задавали? Ты мне номер лицензии уже продиктовала? Да. Тогда ЕНМ мне продиктуй. ЕНМ. Его я тоже уже продиктовала. Надо было ушами слушать. Так я ушами слушал. Ты мне только ЕНМ продиктовала. А лицензию Центробанка? А, в твоем понятии, что ЕНМ и разрешение Центробанка это одно и то же, да? Нет, конечно. Ну так продиктуй мне. Ну я могу отправить документы на WhatsApp, понимаете? Диктовать по телефону я это не собираюсь. Да ладно, там 12 циферок продиктовать. Я еще раз повторяю. Диктовать по телефону я это не собираюсь. А как же мы будем тогда договор заключать? Как же мы будем клиентам становиться? Я вам отправлю документы на WhatsApp. Вы все посмотрите, проверите. Я не знаю, что вы еще будете с ними делать. ЕНМ уже набрехала мне ЕНМ. Брехуха, салоедка. А номер лицензии, выдранный Центробанком, я еще не слышал. Ну я еще раз повторяю. Я отправить могу документы. По телефону я диктовать документы не буду. С какого раза это было непонятно? Мне документы не надо. С какого раза было непонятно моя речь? Я еще раз спрашиваю. С какого раза вы не поняли, что я сказала? Ты по хохлятке там договоришь. Поэтому мне непонятно. Касаемо. Касаемо документов, да. По какому? Так же само. Так же само. Так же само. Лицензию мне продиктуй. Так же само. Сколько раз мне еще нужно повторить, что я этого делать не буду? Ну ты-то бросай трубку. Нам тогда говорить больше не о чем. Салоедка. Ну и отлично. Ну и все. Салоедка. Иди. Сочи у шефа вечером. Вы следите за моим рационом. Чтобы он тебе в попку или в попку дай ему. Чтобы он тебе... А я не знаю. Все взаимно. Все очень взаимно. И вам того же. И вам того же. Понимаете? У меня нету шефа. А ты там сидишь в плане выполняешь. Денег не принес. И вам того же. Всего хорошего. Тебе такого не пожелаем. И вам того же. Вот всего давайте все просуммируем, что вы мне сейчас сказали. Вот и вам всего того же. Всего доброго вам. А как же клиента? А как же клиента развести? На 100 долларов? Что сделать? На 100 долларов клиента развести как? Нет? Не получилось? Так а кто разводит? Я не пойму. Да кто? Ты разводишь. Договор мы не заключаем, пока не станете клиентом. Ты вообще знаешь, клиентом как становится? Договор заключили, уже клиент. Все. Они не надо не сомневаться. Я это объяснила уже очень много раз. Если у вас проблемы с головой, проблемы с памятью, это не мои проблемы. Понимаете? Я не хочу. Проверьтесь. Я не знаю. К психотерапию пойдите. Проблемы мы с вами расскажите. Что у вас вообще происходит в голове? Понимаете? Решите это. А потом мы с вами созвонимся и нормально пообщаемся. А как ты узнаешь, что я сходил в психотерапию? Ну вы мне наберите, там скажете. А нахрен ты мне обосралась? Хохлушка, салоедка. Все? На этом словарный запас закончился. Больше нечего сказать. Офис в Москве. Больше сказать нечего. Больше сказать нечего. У тебя офис в Москве находится? Да. А это так интересно тебе? Конечно. Конечно. Адресок офиса. Внятнее умеешь разговаривать или нет? Адресок офиса. Уши почисти, пойди. Долбишься в уши. Ну так и ты к логопеду сходи, речь свою проверь. Внятнее бы разговаривал, я бы тебя лучше слышала. Ну я куда внятнее разговариваю. Адресок гуглишь уже за своей конторой. Все? Словарный запас закончился на этом? Я спрашиваю. Юридический адрес конторки. Я задавал вопрос. Словарный запас на этом закончился. Нам все? Больше нечего обсудить? Я тебя спрашиваю. Юридический адрес. Ну все. Тогда до свидания. Адрес юридический. Юридический адрес.